Здравствуйте уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Янна и мы находимся в магазине Светофор. Это станционная 34 Коммунар. Посмотрим какие новиночки приехали сюда и сразу меня на входе встречает вот такая новинка. Это ежедневные прокладки Котекс Ультратонки Део от компании Кимберли Кларк. Это ежедневки 57,71. Кстати за 20 штук очень хорошая цена. А рядом прокладки ежедневные Милана Лайт. Они лежат давно. 80 рублей 87 копеек за 20 штук. Здесь получается 1 рубль одна прокладка. Ну а здесь соответственно более 2 рублей. Гель для стирки Идеал Агрокомплект. На самом деле они сменили упаковку. Мне кажется это тот же гель что было ранее. 207 рублей 51 копеечка за 3 литра. Ну а рядом гель для стирки детского белья. Идеал 1,5 литра. 115,92. Если вы пользуетесь таким гелем нам пожалуйста напишите. Хочу про Сиф дать отзыв. Мне несколько подписчиков написали, что Сиф не очень-то им нравится. Хотя вроде бы средство такое брендовое. С известным именем. Крем Сиф чистящий Актив Лимон. 750 мл. Юни Левер Рус производит. Цена 176,36. Вот как-то не оправдал ожиданий. Молодецкая в наличии. Ромашка Весна 4. Кусочка по 75 грамм. 72,51. Дезодорант мужской Докленд. Его привозили к 23 февраля. 88,20 цена. Ну и вот этот лак для волос показывала его на Пулковском шоссе под брендом Инту. А это сильная фиксация. 111,12. Цена за 360 мл. Если пользовались, расскажите как вам нравится или нет. Нужная вещь. Салфетки из микрофибры. 30 на 30. 10 штук. Всего 99 рублей. Сейчас все мы готовимся активно к лету. Начищаем свои жилые помещения. Наличие домескость по цене 186 рублей за 1,5 литра. Пришла я к трикотажу. Здесь сейчас завезли шорты Бермуды Футер. Размер от 46 до 50. 6-го 300. 13,20. Вот все шорты, смотрите, на отдельных вешалках висят. Есть разные цвета. И голубой, и фиолетовый. Но все они вот такие одинаковые. Это Ахана Маркет. Узбекистан производит. Показывала, по-моему, их на Пулковском шоссе. А вот рубашку мужскую фланелевую 48 по 56 размер не показывала нигде. Еще 609 рублей 15 копеек. Это 100% хлопок. Качество рубашки, сразу говорю, мне не нравится. Посмотрите, какое плетение нити. С рисунком тут какие-то проблемы. Но если только так на даче носить, город Новосибирск производит эту чудо-рубашку. Но цена 609 рублей за такую цену. Могли бы и покачественнее рубашечку сделать. Вот это удивительный 43 размер. Как-то все. Вот и качество самой ткани. Вы видите, какое, да? Расцветки рубашек разные. Вот еще один вариант. Ну, сами приезжайте, посмотрите, как вам понравится, не понравится. Я люблю очень качественные мужские рубашки. Если уж покупать, то прям такие. За 507 рублей появились брюки женские палаццо. Размер с 46 по 56. Но знаете, что многое маломерит в таких вот магазинах. Надо смотреть, примерять, прикидывать. 507-36. А вот брючки палаццо выглядят очень даже ничего, я вам скажу. И расцветки сейчас покажу, какие есть. Вот такой цвет мой любимый. Капучино, мокко я его назову. Производитель. Город Новосибирск. 100% полиэстер, правда. Но, скажу так, полиэстер очень легкий, такой приятный прямо. Неплохие, вы знаете, летние, я бы сказала, брючки. Это, например, 48 размер. Сразу скажу, что 48 выглядит прям как 42. Очень приятная еще темно-синяя расцветка. Брючки приятные, действительно. В отличие от рубашки, они мне даже как-то понравились. Полотенце махровое 70 на метр третий. Достаточно давно лежит в наличии. Вот так покажу. Здесь расцветка мятная. 274,40. Цена для бани. Говорила уже. Отлично подойдут. Где такие полотенца есть розовые. Почему для бани подойдут? Они тоненькие. Видите, их легко в рюкзачок кинуть. Смотрите, вот эти простыни. Трикотажные на резинке. 1,60 на 2. 100% хлопок. 553 рубля. Ну, про них разные отзывы были. Несмотря на то, что качество не всем нравится, все равно их как-то постоянно разбирают. Без этой новинки я сегодня не уйду. Это кроксы женские и мужские. Мультиколор. А 36 по 45 размер. 249 рублей. Вот у меня в руках 39, а выглядит он на самом деле как 37. Это, например, мужской 45, но тоже, мне кажется, маломерят. Здесь, наверное, 43 или даже 42. А это 41 размер. Здесь, смотрите, яркие, красивые кроксы. Я для дочки такие куплю. Мне нравится в них в бассейн ходить. Здесь разноцветные и производят Ставропольский край эти кроксы. Я пришла к отделу для садоводов. Корни пионов одна штука в упаковке. 223,73. Саженцы Росмикс 165,60. И хочу сказать, что в некоторых светофорах сейчас уже идет акция на такой вот посадочный материал на саженцы. Покажу, какие шикарные на самом деле корни пионов здесь в наличии. Я не знаю, что можно сказать об их жизнеспособности, насколько они способны еще цвести. Но вот это обалденная расцветка. Такой корешок, скажите, как вы думаете? Он живой? Сможет зацвести? Кажется, вот их только подвезли. Они не такие уж прям страшненькие. Пион Канзас. Посмотрите, какая расцветка. Обалдеть. Вот такой розовый классический. У меня такие есть. А также подвезли шпалеры металлические. Высота 1 метр 10 сантиметров. Ширина 35 сантиметров. 210, 24. Такие же шпалеры привозили в прошлом году. По цене не знаю, изменилась она или нет. Но любители светофора знают эти шпалеры хорошо. Всем небольшая кучка декоративных прудов. 140 литров, метр 20 на 90 на 40 сантиметров. Пластиковые. Вот мне кажется, у меня такое дежавю, как будто бы я снимаю обзор в прошлом году. Настолько время быстро летит. Мне кажется, что в прошлом году только вот привезли такие пруды. И уже 24 год. 1333 рубля цена. Есть в наличии галоши утепленные мужские и женские. Магиком называется. 37-й, 45-й. 270 рублей. Была, кстати, в магазине Маяк на Пулковском шоссе. Там сейчас глобальная перестановка. И там вот похожие калоши тоже есть. Прямо много коробок. Так что, если в светофоре не купите, можно и там приобрести. Остатки сладкие. Кроссовки детские. 26-й, 35-й. 396 рублей. Сейчас будет лето. Дачи. Вот, присмотритесь. Они очень хорошо моют. Послужили моим детям очень долго. Вот, для младшей дочки, может быть, на лето взять. Потому что я не люблю, когда ребенок летом ходит в сандаликах. Вся грязь, пыль попадает на ноги, даже если ходишь в носочках. А если какая-то ранка, не дай Боже, туда попадет грязь. Потому что вот сегодня прочитала, такой немецкий актер Тильшвайгер, знаете, да? У него была рана на ноге. И он гулял, видимо, туда забилась грязь. Он как-то не обратил внимания. В общем, сейчас все это дошло до того, что ему чуть ли не ампутирует ногу. У меня было, то есть сепсис до такой степени довел он вот это вот заражение. И у меня была тоже, как бы, похожая ситуация, когда у меня была рана. Туда попала грязь на ногах. Небольшая ранка причем. И все это вылилось тоже в микрооперацию. Еще подвезли носки мужские и женские спортивные. Три пары. Размер с 23 по 29, 110, 56. Все помнят эти носочки с надписью спорт. В этот раз они приехали в приятных расцветках. Смотрите, по составу 80 хлопок, 17 полиамид и 3% эластан. Вот есть розовые, серые носки, белые. И даже вот такие, смотрите, какие яркие. Небольшой размер. Очень яркий цвет. Много таких носочков. Смотрите, еще оранжевые тематические носки. 110 рублей. Это за три пары. Также для садоводов есть вот эти заборчики декоративные. 252 рубля. Вы покупаете за эту цену 4 секции. И длина, если ее составить, 2 метра 32 сантиметра. Муравьин есть в наличии 300 грамм. И симулятор роста корни роз. Новинок еще масло промывочное. Волга ойл 4 литра 459,90. Вообще, этот светофор, повторюсь, в Коммунаре отличается очень хорошим ассортиментом. Мне часто это пишут. Мне даже пишут, что все лучшее в Москве и Санкт-Петербурге. В регионы ничего не везут. В черных упаковках это масло промывочное. Вот так выглядит. Желтой, значит, крышечкой 459,90. Также нигде не видела вот такого яхтенного лака. Алкидно-уретанового. 850 миллилитров. 277,20 цена. В этом светофоре есть и эмали тоже в наличии. Но я их показывала много раз. Не буду заострять внимание. Смотрите, одного литра хватит на 6-8 квадратных метров. 24 часа он сохнет. 24 месяца. Но, видимо, не стирается. Стоит такая упаковка 277,20. Хочу вам порекомендовать вот такие суповые тарелки Идиллия. Значит, они стоят вообще 76 рублей. Продаются и в наших светофорах в Москве. Я их даже видела. В общем, классные на самом деле. И для фруктов, и для окрошки, и для салатов. Мне понравились. Я приобрела. Также есть большой салатник Идиллия. Я его тоже купила. Сейчас активно едим салатики, ребята. 23 сантиметра, 2 литра, 143 рубля. А вот что из новенького, я либо в тот раз не заметила, а из новенького, смотрите, вот такая тарелка десертная Идиллия. 19 сантиметров. Стоит вообще 49,97. Еще есть вот такие запаловые стекла, суповые тарелки. 20 сантиметров диаметр, 660 миллилитров объем. Такие же, кстати, по-моему, есть и в маяке. Вот с такой же этикеткой маска. Баки с крышкой на защелках и ручкой 21 литр. Объем 219 рублей. Ну, это раскупают все в момент. Видно, что уже подразобрали. Растворитель 1 литр, 135,89. Растворитель 646. Новые ковшики из нержавеющей стали. Объемом 2 литра, 399,60. Цена китайского производства. Ковшик, собственно, оправдывает свою цену. Он очень легенький. Ну, и внутри что-то там перекатывается. Скорее всего, значит, крышечку, ручку на крышке нужно крепить самостоятельно. 399,60 цена. Ну, и кастрюли с крышкой из нержавеющей стали, с капсульным дном. 4,5 литра за 678 рублей приехали. Кастрюльки тоже китайского производства. Очень легенькие. Подходят, значит, как и ковшики для плит, вот разных газовых и индукционных. Для разных видов плит можно мыть в посудомойке. И правила использования здесь на этикетке есть. Для садоводов привезли и шланги поливочные. Значит, 20 метров, ПВХ, 660 рублей. Сразу скажу, дам, так сказать, отзыв. Не очень нравятся шланги из светофора. Вообще, подписчикам много не очень хороших отзывов. Но, возможно, что-то поменялось в этом году и привезли отличные шланги. Это однослойный шланг. Проблема в нем в том, что он заламывается. То есть, очень много нужно времени, чтобы его постоянно раскладывать. И был поток воды. Лампа светодиодная D-Max 22 ватт. Цоколь Е27 52 20. В Луковском шасте подробно показала вам вот это зеркало косметическое с подсветкой. 357,60. Судя по количеству, его прям чуть-чуть привозят, хорошо разбирают. Вот. Неплохое, недорогое зеркало. Торшер светодиодный. Он, на самом деле, как может быть использован, как торшер, а также как светильник. Высотой либо метр пятьдесят пять, либо пятьдесят пять сантиметров. В общем, он складывается. Три режима яркости. Тысяча триста сорок четыре рубля. И работники магазина, и этого светофора его тоже разобрали. На самом деле, очень даже симпатичный торшер. А на заднем плане тележка с сумкой. Клетка 30 килограмм. Показывала ее не один раз. 826 рублей. Удивительно, тоже ни в одном светофоре больше не наблюдаю. Набор ланчбоксов с защелками. Три штуки. Объем одного ланчбокса. Один литр, 600 миллилитров. 246,10. Цена самая прекрасная, что ланчбоксы сейчас продаются в разных цветах. И производитель здесь город Минск. Белорусы вот привозят теперь и ланчбоксы нам. Значит, светофоры нужная вещь. Я дочке постоянно с собой какие-то вкусняшки в школу даю. Но они большие. Здесь 1 литр, 600 миллилитров. Большие ланчбоксы. Тут есть и розовенькие, и голубые ланчбоксы. Прям на любой вкус и цвет. В них можно еще и замораживать. Вот есть значок заморозки. То есть ягоды, пожалуйста, все хранить в морозильнике. В таком красивом, ярком ланчбоксе. Сейчас прямоугольный тоже покажу. Любят его подписчики. 25 литров, 142,20. Цена. Ну а рядом баки за 766 рублей. Самые симпатичные баки, на мой взгляд, за последнее время. Это цена за 90 литров. Здесь объем, вернее. В других светофорах то зеленый, то синий. Вот здесь бежевый, спокойный такой бак. По мебели сейчас есть пенал. В наличии цена 2205 рублей. Высота 1,79 м. Глубина 26,6 м. И ширина 28,5 см. Это у нас и по стекляннику. Вот такой пенал. Его привозили вместе с комодами, столами. Но вот остался только пенал. И в наличии еще туалетный столик с зеркалом. 2100 рублей. Мебели привозят понемногу в каждый светофор. Кстати, то ли в Тихвин, то ли куда-то, то ли в Ванино. Привезли кухонный гарнитур. Для летних развлечений привезли мяч футбольный, волейбольный, трехслойный. ПВХ 207 рублей. Показывала его на Пулковском шоссе. А вот новиночка, пожалуйста. Самокат детский со светящимися колесами. 718-20. Такие самокаты с небольшой нагрузкой для дошкольников, наверное. В двух цветах они сейчас представлены. Есть вот такие синие и еще розовые. Вот они розовые. И действительно, они для дошкольников скорее. Дрожжи быстродействующие. Приготовка 100 грамм от компании Allory 2836. Перед черный молотый 250 грамм 42 рубля. Есть вот такая универсальная приправа. 10 овощей 500 грамм 75-60. Сейчас в этом светофоре в наличии вот этот картофель. Для жарки очень вкусный. Мне он очень нравится. Я его каждый раз, когда приезжаю в светофор, беру. Это белорусское производство. Здесь 1 килограмм. И ценник обязательно укажу. Классная штука. Просто запекаете в духовке. Маслицем смазываете противень. И можно чесночком, приправами посыпать. Очень-очень вкусно. Слины с мясом от Мираторга. Зеленые просторы. 360 грамм. 74,81 грамм. В моем любимом холодильнике с рыбой. Сейчас много рыбы. Большое разнообразие. Кита потрошенная без головы. 260 рублей. Значит, цена за килограмм. Вот здесь одна большая рыбинка на 406 рублей. Горбуша тоже есть. 234 рубля. И вот здесь две рыбины уже на 378 рублей. Это горбуша потрошенная с головой. Я возьму сегодня скумбрию, потому что вижу, ее только что выложили. И посмотрите, какие шикарные тушки скумбрии. Цена 226,80. Фасует, правда, прям так по многу. Здесь 2,5 килограмма на 581 рубль. Как раз сейчас мангальный сезон начался. И я завтра ее либо закопчу, либо на мангальчике приготовлю. Тушки просто шикарные. Прямо вот классическая скумбрия. Не дать, не взять. Очень любят подписчики стейки-зубатки. И под последним роликом мне там накидали рецептов, как ее готовят. 194,40. Вот здесь достаточно приличное количество рыбы на 410 рублей. Здесь какой-то фарш свиной за 200 рублей за килограмм. Но мы все понимаем, да, что это за фарш. Последний раз брала фарш во вкустере. У меня были такие надежды. Брала говяжий и куриный фарш. Ну ужас, ребята, блин. Готовьте фарш дома самостоятельно. Потому что даже за большие деньги очень сложно приличный фарш приобрести. Смотрите, сейчас и клубника замороженная в наличии. И, пожалуйста, вам вишня по 201 рублю. А, кстати, в маяке есть еще замороженная смородина. Черная смородина. Там она стоит 330 рублей, по-моему, за килограмм. Вот можно туда съездить за черной смородиной. Еще цветная капуста в 141 рубль за килограмм. И брокколи в 171 рубль. Во все магазины Светофор практически по Питеру завезли вот эту петахаю. Красное сердце дракона весовая 391 рубль. Это за килограмм. Я ела в пятерочках, покупала. Там тоже акции бывают. Мне не нравится она по вкусу. Можно купить только для того, чтобы просто семечки посадить. Ну, на любителя, в общем. Зашла в холодильник. Здесь растительное марлако овсяное для детского питания с 3 лет. 1 литр 74,40. Еще новый продукт. Он так и называется продукт со сметаной. Но видим, что это с заменителем малышного жира. Продукт 80 рублей 78 копеек за 800 грамм. Еще есть масса десертная. Буренкин лук с изюмом курагой. 450 грамм. 77,58 тоже продукт с заменителем молочного жира. Сыр насытный. Это продукт плавленный тоже заменителем молочного жира. 91,20 за 400 грамм. Виола пока у нас без заменителя молочного жира. Она идет с грибами. 162,62 за 400 грамм. Селень в наличии по цене 44 рубля за 100 грамм. Цена отличная. От коровины сейчас есть сервелат 700 грамм. Уже нахваливала рубленную колбаску. Можно вот и сервелат попробовать. Пишите отзывы, кстати. 247,75. Коровина также в маяке представлена колбаска. Так что, если в маяк поедете, там вы ее тоже найдете. Колбаса филейная. Категория А весовая. 432,90. Вот она рубленная колбаса. Я сразу беру. 310 рублей 840 грамм. Спорный, на мой взгляд, продукт. Студень мясной. Категория B от компании Холодушка. 208,65. Цена. Расскажите, вы покупаете такую продукцию или нет? С сосиском тоже хотелось бы узнать ваш отзыв. Вот от коровина. Как раз сосиски. Категория B. 198,98. Цена. Колбаса вареная семейная с чесночком. 155,24. Категория B. В принципе, сейчас все полочки забиты. Сегодня пятница. И много чего на самом деле есть. В том числе, ребрышки свиные традиционные. 218 рублей. Вот продукт заменителем молочного жира. Например, янтарный край. 150 рублей. Вот такой кусочек. Нежный краб от компании Fishman в банке. Стекло 180 грамм 73 рублей. Есть замороженная скумбрия. И вот такая холодного копчения. 114,48. Это цена за 300 грамм. И, кстати, производитель здесь Балтийский берег. Сельдь, пряно солевой заливки от Викинга. 1 килограмм 174 рублей. Как помню, уважаемые подписчики, обязательно покупайте орешки, сухофрукты в магазине Светофор. Я сейчас начала сравнивать цены с Дикси Пятерочкой. Они любят эти сухофрукты, значит, в малюсенькие упаковочки засовывать по 100 грамм. И ставить ценник вообще там какой-то запредельный просто. 100 грамм больше 100 рублей стоит. Вот, например, здесь 300 грамм арахис с солью. От Мартина стоит 151,20. Привезли этот арахис сравнительно недавно. Из всех сухофруктов, собственно, остались ядра орешков кеши. 333 рубля на этаж за 500 грамм все-таки. И тыквенные семечки, не бюджетный такой продукт. Вот если вы зайдете в Пятерочке Дикси, вы там такой ценник обнаружите на маленькой упаковочке. А здесь все-таки 300 грамм по 166 рублей. Изюм Шаган 169 за 1 килограмм. Даже вот эта смесь ореховая 500 грамм 372 рубля. Это очень дешево на самом деле. Потому что здесь есть все-таки и миндали, грецкий орех. Реально вот в Пятерочках Дикси 100 грамм больше 100 рублей стоит. А здесь 500 грамм хороших орехов, кстати, 372 рубля. Печенье обаяшки с посыпкой с сахаром, декорированной глазурью 1 килограмм 162,90. Печенье овсяное с шоколадом 1 килограмм 152,40. Сейчас покажу красивые рафики кокосовые с ароматом миндаля 131,58. Смотрите, рядом, кстати, по специальному предложению орешки из нашего детства. На них акция совсем недавно началась, видимо. Теперь вы за 194 рубля приобретете 2 килограмма таких орешков. Печенье сахарное к чаю 1 килограмм 109 рублей. Вот я сегодня возьму мармелад жевательный медвежата 500 грамм от компании Красный Пищевит. 113,79. Это Беларусь. Много в наличии печенья затяжного мария 1 килограмм 93 рубля. И вот тоже можно сушки купить 40 рублей всего за аж 500 грамм. Из новинок от Ботаники вот такие персики в сиропе половинки 81,60. Здесь 425 миллилитров сами персики из Китая. Шоколадные шарики от компании Роскарт. Вообще не брендированные абсолютно. Просто вот такие пакеты их расфасовали, эти шарики. 104,91. Подвезли вот такую воздушную пшеницу со вкусом карамели. Постараюсь найти на нее ценник. Предыдущая была без дополнительных вкусов, просто сладкая. Тоже очень нравилась. Возьму еще одну упаковку печенья сахарного любятого. 280 грамм 41,81. Мне понравилось. И лимонное, и виндальное, которые также есть сейчас в наличии. Пюре картофельное со вкусом курицы. 240 грамм 56,16. Опять же такое же пюре видела в магазине. Моя каша домашняя, нежная, греча, кукуруза, злаки, пшено от компании Экопродукт. 400 грамм 46,78. Моментального приготовления не требует варки. Расскажите, как вы к таким кашкам относитесь? В магазине Доброцен не была очень давно. И там тоже бывает вот этот бодрый конь. 18 литров 158,40. Цена здесь в светофоре. Очень плохо разбирают красную фасоль в собственном соку. Кубаночка. И это меня честно очень удивляет. Обалденная фасоль 67,42. И вы знаете, я сегодня прям возьму. Она и по качеству классная. Какой это полезный продукт, ребята. Фасоль богата протеинами. Вообще там много-много полезных веществ. Поэтому ешьте фасоль красную. Она и вкусная и полезная. Кому нужен грунт, приезжайте в этот светофор. Смотрите. 60 литров грунт в желтых упаковках. 169 рублей. Еще один полезный продукт. Богатый протеином. Это нут в собственном соку. Минуты радости от известного производителя. Пиканта, между прочим. Тоже возьму попробую. 45,54 за 360 грамм. Баночка ключ. Смотрите, нам здесь предлагают салат. Минутка. Вот с помощью этого нута приготовить. Свежий огурец вам потребуется. Одна банка нута в собственном соку. Одна банка тунца консервированного. 10 грамм растительного масла. Соли, специи. По вкусу возьмем. Также сейчас в наличии есть и квас желтая бочка. Хит продаж. Прошлой весной и летом в магазине светофор. Разбирают его отлично. И объем 3,5 литра. Как к сожалению без цены. Вот такой продукт. Под брендом товарищ мясов. Это каша гречневая с говядиной. Это очень наверняка вкусно. Но надо смотреть. Значит город Москва производит этот продукт. Крупа гречневая, вода питьевая, жир говяжий, говядина, лук репчатый, соль пищевая, мука пшеничная и специи. По логике муки здесь конечно быть не должно. Огурцы маринованные Green Ray 94,89. В прошлый раз мне очень понравилась закусочка для зятя. Чудесная семейка 114,54 это тоже пиканто. И смотрите грибы от ботаники еще приехали. Шампиньоны с вешенками резаные. 113,97 это цена за 850 миллилитров. Также из новинки вот этот паштет печеночный нежный с куриной печенью. Цена 40 рублей 24 копейки. Тоже очень полезный видимо продукт. По составу печень свиная, жир свиной, вода питьевая, печень куриная, белок соевый, мука пшеничная, крахмал картофельный, лук репчатый, соль пищевая, соль нитритная, фиксатор окраски. В общем много всего в составе. В магазине на Пулковском шоссе привезли сейчас от легенды Ямала Налим в томатном соусе. А здесь еще в наличии Ясь в томатном соусе. 8,612 цена за баночку 240 грамм. Интересные товары как всегда лежат рядом с кассой. И здесь мы обнаружили с вами шуруповерт аккумуляторной. Цена его 1122 рубля. Китайского производства под брендом D-Max. Сейчас мы посмотрим с вами характеристики. Вот так покажу. Напряжение питания зарядного устройства, тип питания, время зарядки 180 минут, дополнительные функции реверс, LED-подсветка, максимальное число оборотов 600 оборотов в минуту. Вот такой шуруповерт аккумуляторный. Расскажите, подобные по-моему продавались и в прошлом году. Если вы пользовались, как вам по качеству. Также рядом дрель-шуруповерт 2 в 1, электрическая сетевая 1458 рублей 600 ватт мощность. Длина провода 1,8 метра. 3000 оборотов в минуту. Это частота вращений тоже под брендом D-Max. Вот такая малютка еще есть в наличии. 550 рублей 80 копеек. Это отвертка аккумуляторная. Трансформируемый корпус, светодиодная подсветка, аккумулятор, микро-USB есть. 350 вращений в минуту. Это частота вращений. И одна бита идет в комплекте этой отвертки. И еще вот такие наушники беспроводные. Их я уже тоже показывала. 330 рублей. На самом деле их очень даже хвалят. Недорогие наушники, а функцию свою выполняют. Фонарик аккумуляторный, кемпинговый. 322 рубля. И светодиодная лампа-трансформер. Тоже от D-Max. 199,20. Здесь же вот такие конфеты Kids Milk с молочной начинкой. Радуга называется. 124,20. Производство Россия мини-стики с молочной начинкой. Кто производит Пермь. Город Пермь. Здесь в одной упаковке 4 таких стика. Цена 124,20. 12 алкалиновых батареек. Типа 2А и 3А. Тоже от D-Max. 112,61. Скромно в углу лежит, висит триммер садовый аккумуляторный дека. Круглый вращающийся диск в комплекте. Видимо, 2216 рублей. Китайского производства. Это образец товара. Если вы хотите его приобрести, то нужно обратиться к охране. Напишите, пожалуйста. Ну, триммер на самом деле стандартный. Тут объяснять ничего не нужно. Китайского производства за доступную цену. Вот так выглядит рукоятка этого триммера. Тоже дека. Эта техника достаточно известная. И аналогичная ситуация с вентиляторами. Видимо, коробки разрывают. Поэтому решили перестраховаться. Вот есть образец. Вентилятор напольный. Белый. Одна штучка. 1224 рубля. Он стоит. Вот так выглядит. Его привозят практически каждый год. Кончу свой обзор. Хочу сегодня вот на этих саба. Мне они очень нравятся. Классные. И уже видно, что потребители тоже их заценили. Скажем так. Много народу около них вертится. Крутится. Рассматривают. Примеряют. В общем, приезжайте. Большой ассортимент сейчас в светофоре. Есть что взять. Я пойду сейчас за скумбрией. И вот саба обязательно прихвачу. До свидания. До новых встреч. До новых обзоров. Пока-пока.